Всем пока, ты на канале Дафидак, и ты попал на такой интереснейший видос, опять же, да, вроде бы и про персонажей, вроде бы и не про метовых, но и вроде бы про тех, на которых можно да поиграть. И если ты давно уже искал, кого бы прокупить за 32к, но не хочешь обращать внимание на мету, а хочешь просто какого-нибудь челика интересного и такого не очень зависящегося от меты, и вот тогда этот видос для тебя. И я, кстати, заболел, да, и маленечко шуток сегодня будет поменьше, но постараюсь что-то-то выдать такое очень, такое очень простенькое, чтобы не напрягать сильно горловые связки, а то я Лейлу пикнул, мне напихали, и вот болею. Также вам расскажу и покажу, как ставить лайки, подписываться на канал, и где быстренько и официально прикупить алмази Амбиуса в нашей Mobile Legends. GameShopper.ru это официальный, многими проверенный маркетплейс товаров и услуг в Mobile Legends. Там всё быстро, доступно и просто, и самый главный плюсецкий, это то, что пополнение аккаунта происходит во всех регионах и странах. Поэтому отчима иди уже убалтовая, неважно какого, главное, чтобы он тебя на пополнение закинул, и ты всегда оставался с мобловским алмазом. Сразу же вам скажу, что этот весь топ, и вот эта вот вся мета, или около мета, или не мета, вообще вот эти вот персонажи, это чисто на мой взгляд и на моё усмотрение. Ни из какого списка я их не беру, чисто вот как играю, как вижу персонажа, и думаю, вот он подойдёт, вот он нормально играется, и поэтому сюда я его добавляю. Поэтому заранее, на будущее, и если у вас есть какие-то вопросы по какому-то персонажу, сразу же идите в комментарии и обзывайте меня всяко-разно. Потому что я лично знаю, тот, кто обзывается, тот сам на себя это и переводит. Первая вкладка у нас танки, и я очень часто вижу уже в последнее время, последние пару недель, такого непростого, на первый взгляд, танчика, или это даже роумер, или поддержка, аминотар. Бесящаяся корова меня накаливает порой, потому что, ну, контроля много. И вроде бы как бы, минотавр встречается в основном в какой-то трипле, или даже в фулке, то есть, ну, я его вообще практически не вижу в соло рейтинге, когда, ну, я, видно, видно же, что команда типа соло, или дуо, или трио, или вообще с фулка против вас играет, да, ну, это сразу заметно. А вот так, чтобы прям, ну, кто-то вот так вот взял и пикнул минотавр, я этого вообще не замечаю, хотя персонаж-то очень даже хороший. Контроль из первого навыка, из ультимейта, и отхил, кстати, вообще просто невозможный. На Ланселуте как-то раз сыграл, короче, залетел под вышку, добить Лейлу у неё там, ну, буквально на один базик оставалось, это минотавр, хоп, свой второй нажал, и у Лейлы, я не знаю, вторая душа появилась. Ну, отхила действительно, ну, прям дофигище, просто дофигряще, да, и вот, и так вот, да, там, ну, и контроль, там, замедление, само собой, поэтому идеальный вариант для минотавр, это пикайте его. Ещё из танков хотел бы вам посоветовать хильду, да, ну, чисто для агрессивного старта, если вы хотите и подамажить, и поубивать, и потанчить, и там, что-то подделать, короче, ну, на ней интересно играть, во-первых. Потому что, в основном, многие за танков не играют только лишь потому, что урона не хватает, а вот у неё хватает, и ты, типа, влетаешь в какого-нибудь тонкого Лейла, Лейла, хотя, Лейла сама вылазит изо рта, бля, и вот, и, короче, ну, вот такое вот, тоже нормально, агрессивная, чисто такая, Бабена, Хальда, вот так вот. На Лайн на Экспу сразу могу посоветовать вам Халида, потому что его ожидает баф, или уже бафнули, короче, не знаю, когда это видео выйдет, но будет оно, и хил, ой, хил, бля, этот, Халид, я же про него говорил, вот его покупаем. У пацанчика и контроль, и ультимейт массовый тоже с контролем, и все навыки с контролем, и отхил там, замедление, и вообще на Лайне он нормально будет отстаивать. И, кстати, Сильвану, по-моему, тоже там подбафают, и, я думаю, можно ее тоже, в принципе, посоветовать, потому что, ну, по сути, она вообще нормально так имбовала до незначительного такого нерпа, а если ее обратно подбафают, то можно сразу спокойно покупать. Да, и я знаю про вот этих вот всех, про ваших там, Бинни, Дэта, Чонг, да, вот это вот все, лапу-лапу, давайте их не будем трогать, потому что мы знаем это, мы знаем, что это, это, самое, и вот, да, как бы, затронем сейчас других, хе-хе, нормально разговариваешь. На Лайнец еще так же могу, так, подвспомнить Иксборга, ну, потому что про него что-то вообще забыли, а, чистый урон, как бы, здравствуйте, вы че, ну, я его вообще в катках, как бы, очень редко вижу в последнее время. Но, чел, как бы, актуальности-то своей не терял, и, как бы, сильных нерфов на него не было. Также хотелось бы затронуть Гататкачу, и я знаю, что уже сейчас сразу кто-то в комментарии написал, все, топ, пошел ты в топ, хе-хе, ты, Кал, советуешь, да, вот, но нет, Гататкача действительно, типа, ну, нормально можно на нем отыгрывать, если знать как. На секундочку скажу, что на любом персонаже можно нормально отыгрывать, если знать как. Вот этот агр правильно использовать, там, навыки, отхилы первый, да, и там еще какой-то ревок, или че там будет, по-моему, или мне это приснилось вообще. И, как бы, ну, если еще грамотно ультимэтом поднаигрывать, то вообще будет просто пушка-гонка, поэтому, а почему бы и нет. Но он такой более, знаешь, пассивный такой, знаешь, как бы, сильно ты на нем, как бы, не пофайтишься, как бы, сильно интересного геймплея на нем нет. Вот это вот я хочу сказать. И сказал, как бы, да, да, вот так вот. Ну и Джой, конечно, че, бля, следующий у нас убийцы, и я вот сразу вам могу сказать то, что Ланселот, как бы, да, можно его, я играю сам на нем каждую катку, и тащу, и не важно, кто там контрпиков там наберут, ну, когда Хуфра, конечно, не пикают. Ну, а так на Ланселоте спокойно играю, никаких вообще проблем не чувствую. Также на Гассене, но это все под пик подбирается, как бы, нужно смотреть на пик. Если контроля не сильно много в противоположной команде, то можно спокойно пикать гуся, да, за счет своего дамага, вывозить там вот эти вот все моменты. Если контроля много, то можно взять Ланселота, который своим треугольником половину этого контроля будет доджить. И все, в дальнейшем так же залетать и убивать. Хотел бы многое, что сказать про Харли, но не хочу. А ну, серьезно, бля, ну я не хочу этого сейчас сделать. Просто вот почему-то неохота стала резко, да? Ну вот, а так советую, Харли норм челик. То же самое хочу сказать про Хилкарда. Хотелось бы, но неохота. Поэтому просто скажу, как бы, ну, такой среднячок, поэтому не мета и не котлета. Не туда и не сюда, как бы, среднячок, и можно брать спокойно играть. Следующие в маги... Блин, ну чё, зачем я ввы вначале сказал? Ладно, следующие маги, мидеры. Из моего конкретно топа, если взять, то это Вэйл и Валира. Ну, потому что я только на них умею играть. Типа, в таких случаях, прям очень редких, прям один раз в год, возможно, мне выпадает роль мидера. И я вот их беру, и отыгрываю, как бы. И это, вообще, как бы, можно сделать видос, на ком отыгрываю лично я и каждая из ролей. Если вы хотите такой видос, то поставьте мне 30 тысяч лайков, и я сделаю этот видос, если интересно. Ну, ладно, для новеньких раскрою свой большой секрет. Я ещё на Кагуре умею играть, и на Лаи. Да, вот эти вот ещё два, вот их, да, можно добавить. Вот так вот, всё. Про магов не хочу больше говорить, потому что устал. Стрелки. Стрелки, на которых лично я так же могу... Блядь, зачем я буду сейчас? Давай... Нет. Давай, короче, кого я посоветую. Посоветую я Кэрри, и Лесли, и... Попали и Купу, и Клинта. Вот четыре, вот они. Даже не вздумайте меня уговаривать... Что-то сказать про Ханаби. Я знаю, что я на Москве вчера на ней стоял, на Москве против неё стоял, и получал пиз... Д... И... И вот, я не понимаю, как? Типа, почему так произошло? Действительно настолько её перебафали? Возможно. Просто можно предположить, что я очень давно не играл на Москве, и я его пикнул, и пикнулся против Ханаби, и с непривычки, короче, так, подслил лайн. Но в конце я, кстати, спушил соло в вышку и закончил игру. Алё. Но Ханаби всё, я не советую. Даже не вздумай мне просить писать. Давай, давай без этого, пожалуйста. И не уговаривай. Только если задонатишь. Так, ещё, кстати, эдит на голду посоветовал бы, потому что, ну, реально нормальная челиха на голду, если жира не хватает. Но нужен стрелок. Со вдохновением она прям, ну, в лицо тебе рвёт за считанную секунду. Ну и, кстати, Беатриса, почему бы и нет. Во всех катках, которые мне попадается Беатриса, она почему-то отыгрывает нормально и берёт топы, как бы. Я тоже поэтому могу посоветовать. Не советую Мелису и Ван Ван, ну, потому что они в банах. И с поддержкой это, конечно же, Каджа. Мой любимчик прям, ну, Ван Лав. Хотя я на нём тоже уже год не играл, но надо бы когда, когда, как-то бы подвернуться. Также Дигги, но это ситуативно, если там контроля, там, сами понимаете, не глупые же, я думаю, уже, да. И Нана, всё, вот теперь точно можете идти в комментарии и обзывать меня идти. Ну, Нана, потому что в Ром она тоже может... Да она даже на меду может нормально разносить. Все думают, Нана, всё, калфу, ля, 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 ля. А она в лейте лицо сносит с одного бумеранга. И в оконцовке получает MVP из-за того, что она не умирает, потому что у неё есть пассивки. И всё, как бы, там и контроль, и замедло, и, возможно, с замедлом напиздел. И у Рона просто... Пффф, разлетается в дребезги лицо. Всё, давайте, советуйте мне выздоровление. И в описании видоса есть телеграм-канал, ссылка в описании... А, я тоже... И там есть чат, и всякие новости я выпускаю. Ну, сейчас не выпускаю, потому что болею, как бы. Сейчас мне не до этого. Я сейчас сам просто захожу туда и иногда что-нибудь пишу. Поэтому заходи, и жду тебя там. В чате там можно найти себе корифана и вдуапаться до Грандмастера. Ставь лайк, подписывайся на канал. И всем репортик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok